Меня зовут Климова Мария, я менеджер по развитию компании системный софт, направление средства коллаборации. В портфель входят цифровые продукты, связанные с взаимодействием между людьми. Это и видеоконференц-связь, и мессенджеры, и системы управления обучением, и в том числе ДАМ-систему Пикварио. И я с большим удовольствием помогу вам с подбором нужного ПО под ваши задачи. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы выделили время и пришли к нам на вебинар. Обязательно после выступления всем будет направлена видеозапись и презентация. А сегодня на нашем вебинаре мы приведем демонстрацию возможностей отечественной корпоративной платформы для работы с медиа-контентом Пикварио. И у вас есть уникальный шанс задать вопросы в эндору и получить ответ от первоисточника. Оставляйте, пожалуйста, вопросы в чате, и мы с удовольствием на них ответим. Несколько слов о нашей компании системный софт. Возможно, кто-то с нами знаком, можете оставить реакцию, нам тоже будет приятно. Компания работает на рынке РФ уже более 15 лет, и мы входим в рейтинге крупнейших российских IT-компаний по версии CNews и T-Advisor. Системный софт является официальным партнером более чем 100 российских разработчиков программного обеспечения. И в сегодняшних реалиях мы активно изучаем отечественных разработчиков и готовы делиться с вами актуальными трендами. Наш портфель содержит ПО для автоматизированного проектирования, информационной безопасности, инфраструктурное ПО и различное оборудование. Плюс у нас есть отдел экзотики, который постарается помочь вам с запросом абсолютно на любое ПО, даже самое редкое. И даже если его нет в перечне решений, на нашем сайте sysoft.ru. Наша выручка растет из года в год, что говорит о том, что все больше и больше клиентам нам доверяют. Мы не фокусируемся на каком-то одном сегменте, а работаем с заказчиками как из госсектора, так и с коммерческими организациями. Ну и, конечно, с образовательными и в том числе с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Нам уже доверяют всем известные компании, которые не нуждаются в каком-то особом представлении. Сейчас вы видите мои контакты. Наводите, пожалуйста, камеры своих телефонов на QR-код и сохраняйте. Буду рада любому взаимодействию, помогу с подбором ПО и проконсультирую по конкретному вентору. А сегодня у нас основной спикер, представитель от компании Pequario, продакт-менеджер Артем Курносенко. И я с большим удовольствием передаю ему слово. Приветствую всех участников семинара. Меня зовут Артем Курносенко. В Pequario я занимаюсь руководством проектов разработки. Тема нашей сегодняшней встречи – это построение экосистем управления цифровыми активами на базе платформы Pequario. Я планирую построить сегодняшний вебинар путем демонстрации как заранее подготовленных слайдов, которые сейчас на экране, так и самой живой системы на продакшн, как она сейчас работает для множества наших клиентов. Так что давайте начинать. Прежде чем перейти к самой системе управления цифровыми активами, хотелось пару слов сказать по поводу самого термина «цифровой актив», так как, может быть, у разных людей свои представления и понимания, что это такое. В двух словах, в принципе, как и обычный актив в общем бухгалтерском понимании, цифровой актив представляет собой некую составную часть имущества компании, благодаря которому компания планирует в будущем получить некую экономическую выгоду. При этом цифровой актив, конечно же, судя из названия, он существует только в цифровом виде и имеет ряд характерных ему атрибутов, такие как, естественно, название актива, допустим, его дата создания, его описание, право собственности на этот актив, безусловно, и обязательно уникальный идентификатор этого актива в системе управления цифровых активов. И множество других характеристик, поэтому нельзя сделать прямое соответствие цифровой актив равняется файл. Цифровой актив – это нечто большее, это именно некая ценность, которая есть у компании, которую компания располагает и которую она может управлять. Управление, соответственно, происходит через DAM-системы, системы управления активами. В первую очередь активами являются фотографии, иллюстрации, аудиовизуальные материалы, документы, презентации, таблицы, все что угодно, логотипы компании. И таким образом уже… Сейчас, минутку я… Ага, да. Переходим к первому слайду. Если в двух словах кратко, DAM-система – это, соответственно, инструмент, который позволяет пополнять, находить и работать с корпоративным цифровым контентом максимально эффективным образом. Пикварио на сегодняшний день является ведущим российским провайдером DAM-системы, в первую очередь для среднего и крупного бизнеса, для образовательных, спортивных, новостных и прочих организаций, в том числе государственных учреждений. Мы помогаем нашим клиентам осуществлять навигацию в неком океане, в бесконечном, бескрайнем океане цифрового контента корпоративного, и не только навигировать, но также и эффективно находить необходимые сокровища, так скажем, на глубине того самого цифрового океана. Помимо этого, управлять контентом, пополнять его, разграничивать права доступа, защищать от несанкционированного доступа и в то же время делиться своим контентом с коллегами и своими партнерами. При этом Pequario, как такое, скажем, тесто на хороших дрожжах, уже в какой-то момент переросло, так скажем, в свою вот эту миску, которая находилась под названием DAM-система, и уже стало больше CSP-платформой, то есть контент-сервис платформ. Не будем сильно, наверное, вдаваться в подробности, но тем не менее, в сами термины, но тем не менее, Pequario – это система, которая позволяет как управлять активами, так и на новом неком уровне CSP-платформы работать также с документами, с прокси-версиями различных файлов и так далее. Наверное, уже хватит долгого вступления про систему, нужно будет обязательно, сейчас я перейду к демонстрации самой системы, надеюсь, я какой-то уже такой аппетит своим долгим вступлением уже сформировал. Итак, Pequario – система, которая предоставляется в трех различных вариациях. Она поставляется как SAS-система, как PAS-система или как он-премис-система. В зависимости от требований наших клиентов. В принципе, данный широкий спектр вариантов подставок, он максимально гармонично ложится на требования наших клиентов и в соответствующее решение, в соответствующий вариант, он может подойти, в принципе, каждому в зависимости от их бизнес-требований, требований службы безопасности и так далее. Хранение. Наверное, основной процесс, который поддерживает и сопровождает DAMP-систему Pequario. Основные источники для хранения файлов, основные, так скажем, хранилища, как мы их называем, на системе, их можно подразделить на несколько разных категорий. То есть основная категория – это такие консюмерские общепринятые хранилища, популярные, как Google Drive, Яндекс.Диск, OneDrive, Dropbox и так далее. И также профессиональные системы хранения, такие как S3 или FTP. Все эти системы поддерживаются нашей системой Pequario. Кроме того, важно отметить про оркестрацию данных. Сейчас я сразу же переключусь непосредственно на демонстрацию системы. Одну минутку. Так выглядит сама система Pequario. Конечно же, в центре это сами активы. Есть у нас некие демонстрационные рабочие пространства, в котором мы в демонстрационных целях выложили определенный набор активов. Это и фото, и видео, и документы, и так далее. Так что в центре у нас, в центре системы, это сами активы. Также немалую роль здесь играет система поиска. К ней мы перейдем чуть позже. То есть это та самая навигация по нашим активам. Мы можем очень быстро находить те самые сокровища, о которых я говорил, буквально одним-двумя запросами. Далее, с левой стороны у нас есть навигация с точки зрения таксономии или коллекций. Таксономия – это привычная, наверное, для всех структура по типу структуры папок, где мы можем выбрать соответствующий уровень вложения, где мы перейти и посмотреть те активы, которые находятся на определенном уровне. Либо также присутствуют коллекции, у нас также активы развиваются по коллекциям. С левой стороны это непосредственно действие с определенными активами. Вот тот самый актив. И у нас есть набор свойств. В случае, если есть персоны, они представлены в отдельном разделе. Мы можем активы связывать, можем экспортировать, делиться с коллегами, запускать определенные рабочие процессы для записи метаданных и прочих сценариев, комментировать. Про это тоже отдельно обязательно расскажем. И так далее. Есть целый ряд действий, которые можно проводить с активами. И, как вы видите, сейчас я открыл непосредственно сам актив. Здесь мы видим, что есть превью актива. То есть это определенная прокси-версия, которая в случае, если система поддерживает просмотр данного актива, а поддерживается большинство, если не сказать все, но, по крайней мере, точно большинство, как компрессированных форматов, шпек, пнг и так далее, так и ро-форматов изображений, видео, аудио, документы и так далее. Про это тоже отдельно обязательно проговорим. Также в кратком виде здесь представлены основные характеристики данного актива и те файлы, которым этот актив представлен. То есть в данном случае это оригинал файла и две прокси-версии. Это превью актива, который мы видим здесь, и миниатюра, которую мы видим в ленте активов. Лента активов, она может быть представлена за счет как раз вида плитка, в виде таблицы или в виде списка. К тому, как удобнее. Кто как привык, то есть вид списка и таблица более такая браузерное представление, как в различных браузерных системах, а плитка это более такая, наверное, мы ее называем лента, соответственно, в этой ленте, как по типу социальных сетей и прочих системах, таким образом представлены активы. Итак, возвращаясь к хранению, первый слайд, про который я рассказывал. Здесь, соответственно, собраны активы из различных источников. К данному рабочему пространству подключены и Яндекс.Диск, и Dropbox, и S3, и FTP. И здесь мы видим, что все они представлены наравне. Мы их можем пролистать, посмотреть все вместе, провести поиск по тем активам, которые нас интересуют. То есть, например, если я впишу, что меня интересует природа. Надеюсь, что у нас есть природа. Да, какая-то природа у нас здесь присутствует. Соответственно, эти активы, они все аккумулированы в одном месте, в одном окне, в котором мы можем навигировать и управлять нашими активами. Итак, это то, что касается хранения. Наверное, я уже могу пока временно перейти обратно, вернуться к демонстрации слайдов. Да, вот они слайдя. Немного забегая вперед, скажу, что также у нас в ближайшее время, вот здесь вот отдельным пунктом, звездочкой, отмечена поддержка ленточных хранилищ. Это планы на текущий год. Также будут поддерживаться различные сценарии архивирования, причем глубокого, так скажем, архивирования данных. Помимо поддержки ленточных хранилищ, ленточных библиотек, наша система также планирует поддерживать различные рабочие процессы. В случае, если, допустим, у нас есть какой-то контент, он занимает много места, и нет никакого смысла хранить этот контент на дорогих хранилищах быстрого доступа, и у нас есть возможность настроить рабочий процесс таким образом, что данный контент, если к нему, допустим, не обращались в течение двух месяцев или полугода, этот контент может отправиться на ленточное хранилище на долгий срок, так скажем, и в случае необходимости этот контент может быть восстановлен. То есть нам обратно нужен оригинал файла, мы его извлекаем, допустим, это видео на десятки, сотни гигабайт, мы его обратно извлекаем в систему и дальше продолжаем с ним работать. Это то, что в ближайших планах. Итак, важная, конечно же, страница, глава, я так сказал, нашей системы, это безопасность. Наши полномерные работы с различными клиентами в этой области, а также со службами безопасности, так скажем, в тандеме со службами безопасности наших клиентов, привел к довольно разветвленной и глубокой системе настройки прав доступа, настройки политик безопасности и так далее, которые, в принципе, позволяют систему ставить на различных крупных предприятиях прямо из коробки без дополнительных доработок. В случае, если, конечно же, есть какие-то частные запросы по определенным сценариям, то мы рассматриваем и дорабатываем систему при необходимости, но, тем не менее, большинство сценариев, практически все сценарии стандартные и требования по службе безопасности, по информационной безопасности, они, соответственно, поддерживаются нашей системой. В первую очередь, это, конечно же, контроль и управление авторизацией в системе. Давайте, наверное, еще раз переключусь на демонстрацию экрана. В данном рабочем пространстве я сейчас авторизован, как Артем Курносенко, и могу авторизоваться просто по связке логин-пароль. Одну минутку. Вот, соответственно, логин и пароль. Также я могу авторизоваться с помощью интеграции с различными службами. Это, конечно же, ADFS, Azure AD, который поставляется с Office 365, и различные G-Suite или G-Suite, как его называют, системы, и любые самописные системы на базе OpenID. То есть, если в вашей компании реализованы авторизации с помощью OpenID, мы можем из коробки с этой системой интегрироваться, и ваши пользователи будут авторизовываться как раз с помощью вашей корпоративной системы авторизации. Кроме того, помимо авторизации, также в вашей системе будут подтягиваться непосредственно группы, в которых состоят ваши пользователи. При первой авторизации в нашей системе будет заведена учетная запись данного пользователя, подтянутся, соответственно, из системы авторизации, которая у вас используется, будь то ADFS, AD, G-Suite и так далее. И, соответственно, кроме того, есть довольно серьезная система настройки требований к паролям пользователей. То есть, если у нас авторизация происходит через логин-пароль, сейчас я перехожу на форму регистрации, немного, опять же, забегая вперед, отойдя в сторону, регистрация, в данном случае это я, как пользователь данного рабочего пространства, хочу зарегистрироваться и хочу получить доступ к контенту данной системы. Это функция отключаемая, то есть, если в вашей системе есть возможность посетителей снаружи, то есть, если есть такая необходимость, чтобы различные, допустим, медиа-агентства или ваши партнеры заходили и получали ваш контент, то клиенты могут зайти на определенную страницу регистрации, заполнить свои данные, получить при первом входе минимальные права доступа, и далее администратор может конкретным пользователям назначить определенные права к доступу к контенту, возможности, либо даже возможности пополнять данный контент в случае, если это, допустим, ваш партнер, который предоставляет определенный контент, определенный, допустим, фотограф, может загружать в систему соответствующей фотографии. Итак, возвращаясь к требованию к парольной политике, вот в данной системе настроено, это также гибко все настраивается, что пароль не может быть, сейчас даже специально раскрою, чтобы было видно, что я ввожу, то есть даже если я введу какие-то стандартные наши символы, которые многие используют, этот пароль не пройдет по определенным критериям, то есть это общепризнанный пароль, мы все знаем, что многие такие пароли используют, а также требования к составу пароля, будь то цифры, заглавные буквы, специальные символы. Кроме того, есть определенные политики настройки смены паролей, то есть мы можем настроить, что каждый месяц наши сотрудники должны менять пароль в соответствии с требованиями политики безопасности. Мы можем настроить, что данный пароль не должен совпадать с, допустим, тремя предыдущими паролями, которые использовал клиент, если он там где-то его когда-то записал, и эта запись где-то всплыла, то, соответственно, этот пароль уже будет не валиден, и его нельзя будет установить в качестве следующего пароля. Кроме того, что касается паролей, сейчас я про пароли закончу, также есть определенная тоже гибкая система настройки защиты от перебора паролей, то есть в случае, если я сейчас начну при входе вводить неправильные пароли, система меня сначала предупредит, что вы ввели неправильный пароль, затем она на определенное заданное время, заданное в администраторской панели конкретного пространства, меня заблокирует и скажет, подождите, пожалуйста, там будет счетчик, подождите и приходите, пока время закончится. С какого-то момента она начнет мне показывать капчу, чтобы я уже 100% был как человек, то есть любые сценарии перебора паролей в данной системе, они абсолютно недопустимы. Возвращаемся непосредственно в наше рабочее пространство. Пароль, я надеюсь, правильный, да, все, мы вошли. Очень важной составляющей дам-систем является, безусловно, доступ к активам по свойствам, то есть это так называемое metadata-based access, когда у нас определенные активы, они могут, ну, допустим, любой актив возьмем, и свойства актива, и мы можем очень гибким образом настроить, с каким пользователем или каким группам пользователей данный актив может быть доступен. То есть у нас, допустим, есть определенный, определенный, также настраиваемый раздел согласования, мы можем сказать, что вот данный актив, я как редактор согласовал данный актив, и далее этот актив появляется в ленте следующего участника в цепи в нашем бизнес-процессе, допустим, службы безопасности. Далее служба безопасности также смотришь на данный актив, она ее согласует, и этот актив передает дальше по цепочке, юристы согласовали, и далее этот актив, допустим, размещается непосредственно на нашем корпоративном сайте. Кроме того, раз я уже сейчас попал в раздел свойств активов, чуть подробнее про свойства, так как это тоже, наверное, одна из центральных составляющих нашей системы, и в принципе данной системы в целом. Итак, свойства активов, они... Это, по сути, та самая информационная сопровождающая актива, которая описывает данный актив и позволяет находить этот актив в системе. Свойства бывают абсолютно разных типов, это как текст, это как теги, то есть и нам свойства, это могут быть выпадающие списки, это могут быть даты и время, и так далее. Также здесь, насколько я знаю, в каких-то активах есть геометки. Если я не ошибаюсь, наверное, на... Нет, не здесь, ну, допустим... Да, вот, например, здесь у нас есть геометка, и мы можем посмотреть, мы знаем, что многие модели камер или даже смартфонов, они автоматически прописывают в свои метаданные координаты, где данный снимок был произведен, и если нам это нужно, мы можем также вывести, в том числе на карте, ту точку, где, соответственно, этот снимок был произведен. То есть вот там награждение, как церемония награждения происходила вот в каком-то кинотеатре в Лондоне, мы можем конкретно это посмотреть на карте. Это про разные типы метаданных. Наша система поддерживает все стандартные, стандартизированные, точнее, типы метаданных. Это EXIF, XMP и IPTC. Про метаданные чуть подробнее еще остановлюсь на следующих слайдах, которые у нас будут. Сейчас я чуть ушел в сторону, рассказывал про безопасность, как такую основную важную составляющую нашей системы, и про метадата-бейс доступ к активам. Одним из также, ну, таким самым простым, наверное, примером того, как настроить доступ для пользователей, это просто переключатель public. То есть, если мы включим наш переключатель, что public равно true, то есть, что да, у нас публичный актив, то, соответственно, этот актив будет доступен пользователям снаружи. То есть, вот, хороший пример, сейчас я открою другое рабочее пространство наших клиентов, это рабочее пространство Российского футбольного союза. И здесь мы видим, что РФС предоставляет определенный набор активов в открытом доступе. Я как пользователь, вы также можете зайти по данному адресу и посмотреть данные активы. Какие-то из них даже можно скачать в определенном качестве. Здесь они задали, что вот эти вот активы, которые мы с вами видим, они имеют характеристику public on, ну, то есть, публичные активы. Таким образом, мы их можем увидеть без авторизации. Вот мы видим, что я здесь не авторизован, мне предлагается войти. Кроме того, данные активы я могу в определенном качестве скачать в виде миниатюры, либо в виде превью. Оригиналы файлов здесь настроили, что я не могу, соответственно, скачать. Я могу только себе скачать локально небольшую версию данного актива. То есть, в данном случае, это 800 пикселей по широкой стороне, по длинной стороне. Кроме того, я, конечно же, могу здесь производить различные поиски. То есть, ну, например, я могу найти, ну, не важно, допустим, раз это РФС, могу найти футболиста Александра Головин. И здесь, соответственно, определенно вот H737 активов по данному запросу было найдено. По поводу навигации. Здесь довольно подробно также коллеги вынесли в таксономию, распределили по таксономии те самые активы, которые здесь представлены. То есть, допустим, вот мы можем посмотреть, что, ну, в разделе футбол самая обширная категория мужская национальная сборная. Здесь вот мы можем также найти Головина. В разделе мужская национальная сборная. Про поиск также, как я уже сказал, будет отдельно, чуть более детально рассказано. Возвращаясь обратно, меня все уносит немножко по волнам нашего океана в снежные темы. Я пока еще остановился и держусь в теме информационной безопасности и прав от ограничения доступа к активам. То есть, на данном примере я хотел показать, что вот коллеги определенные активы, которые были согласованы, они выложили в общий доступ для того, чтобы их партнеры или мы с вами могли зайти и посмотреть на действия организации РФС. Далее, давайте, наверное, я перейду обратно к нашей презентации. Да, еще важный момент, наверное, сейчас последний, про информационную безопасность, это, конечно же, логирование событий безопасности. То есть, все действия, которые производит пользователь, все действия, которые производит администратор, они в системе записываются. И далее тоже отдельно затронем тему, каким образом можно это будет посмотреть. Приходим к следующей теме. это непосредственно создание контента. Ну, как мы уже видели, как уже сейчас демонстрировал, создание контента происходит путем импорта контента в систему. Импорт может осуществляться через различные хранилища. Как я уже говорил, это от S3, FTP до Google Drive, Яндекс.Диск и так далее. И также можно просто путем drag-and-drop перенести любой контент в нашу систему. Я могу взять любой актив. Смотрим, если что-то у меня здесь есть. Ну, неважно, какая тут у меня здесь табличка. Я ее импортирую сюда в систему. Мне сразу же предлагается заполнить определенные свойства данного актива, сказать, в какую коллекцию это располагается, какое название этого актива, описание, теги и так далее. Кроме того, если переключить данный переключатель, то имя актива, имя файла, точнее, который сейчас я импортирую в систему, он будет сравнен с именами файлов, точнее, активов, которые уже были импортированы в систему. В случае совпадения, данный файл может быть импортирован как вспомогательный файл к нашей, к уже существующему активу, для того, чтобы, допустим, я создал новую версию какого-то актива, допустим, эта таблица у меня уже есть, я ее отредактировал, импортировал в нашу систему, переключил данный тоггл, и, соответственно, система будет знать, что это уже существующий актив, который у нас есть в системе, и это просто новая его версия. Соответственно, у нас не будет создан отдельный актив, будет данный файл положен, соответственно, в тот актив, который у нас уже существует. Кроме того, при импорте файлов в систему существует проверка на дубликаты, мы можем ее включить, можем отключить, таким образом, что актив, как мы говорили, актив, как во всех понятиях, это единица уникальная, то есть, если актив, два одинаковых актива, это, скорее всего, что-то неправильное, в случае, если эти активы действительно чем-то отличаются, то в нашем случае система предупредит о том, что у вас есть дубликаты, и если настроен отказ от дублирования активов, то, соответственно, данные активы не будут импортированы. Сейчас я, возвращаясь к импорту активов, сейчас я продемонстрировал, как актив импортируется, то есть, после начала импорта данный актив загружается довольно быстро, и готовятся все его прокси-версии, то есть, в нашем случае, это превью и миниатюра, то есть, миниатюру мы увидим в ленте, сейчас как раз происходит процесс конвертации нашего, нашей таблички в формат, который подходит, который можно просмотреть в браузере, то есть, вот какая-то табличка у меня была, соответственно, она, ее здесь можно посмотреть, как она выглядит, и также она отображается здесь, в виде картинки. кроме того, мы также можем посмотреть, что у нас оригинал файла, вот он, сохранился, xlsx, и миниатюра, та самая картинка, которую мы здесь видим. Итак, по поводу создания контента, значит, про загрузку файлов я в целом рассказал, безусловно, каждый актив можно начать описывать, то есть, я сейчас импортировал файл, он, в принципе, не содержит никаких свойств, эти свойства мы можем добавить непосредственно к данному активу, то есть, мы можем описать его, дать ему название, описание, присвоить некие теги и так далее. Какие-то свои внутренние переключатели переключить для данного актива, чтобы вот таким образом настроить. Либо мы это могли сделать, допустим, на этапе импорта. Та формочка, которую я вначале демонстрировал, форма импорта, она тоже кастомизируемая, то есть, для вашей организации те свойства, которые необходимы при импорте, они все будут отображены на форме импорта. Либо, если никакие, скажем, никакие свойства изначально задаваться не требуется, то данная форма может быть пустой, мы просто можем пропустить этот шаг и импортировать без предварительного указания каких-то свойств. Вот тот самый переключатель паблик, то есть, если я сделаю да, то, соответственно, эту табличку видят люди, которые не авторизованы нашей системе. Итак, это то, что касается описания активов руками. Возвращаемся обратно в нашу ленту активов. Очень важной составляющей описания системы и очень важную роль играет, конечно же, в наше время искусственный интеллект. В нашей системе на данный момент используется система распознавания лиц, то есть, возьмем любое лицо, если мы заранее написали, кто это, то есть, в нашем случае это, по-моему, Шонпен, если я не ошибаюсь, да, Шонпен, мы заранее описали, что это Шонпен, и система распознавания лиц, она при импорте изображений в систему, она смотрит, есть ли персоны на данном изображении и сравнивать с базой данных уже данного нашего рабочего пространства всех персон, которые имеются в системе, если они есть, то мы можем по этим персонам производить поиск. То есть, в данном случае у нас есть три изображения Шонпеном. Кроме того, также важной составляющей, помимо распознавания лиц, является система, да, вот здесь, например, мы не описали, как зовут данного конкретного хоккеиста, просто написали хоккеиста один и также по нему можем искать, но в нашем случае здесь представлен данный хоккеист в единственном экземпляре и на единственном активе. Но при этом можем заметить, что даже если человек в шлеме, в шапке, в любом головном уборе, то распознавание лиц работает очень даже неплохо, даже для изображения низкого качества. Итак, по поводу искусственного интеллекта, помимо распознавания персон, также есть система распознавания объектов, также при импорте активов, вот мы видим, что у нас есть определенный раздел AI-теги, мы его так внутри назвали, можем его назвать по-другому, для ваших целей можете в какое-то любое другое свойство данной перенести данные теги. Итак, здесь мы видим, что вот система распознала данное изображение, она поняла, что вот это хоккей на льду, здесь есть спортивная форма, спортивный шлем, спортсмен, скорость, ледовый каток, то есть вот все такие основные характеристики, которые распознала система, она выводит в виде тегов, и также у нас встроена система перевода различных свойств, в том числе и тегов, то есть мы здесь видим, что у нас помимо русского есть английский язык, и, похоже, французский тут. Мы заранее просто определили, что мы хотим на этих трех языках представлять наше данное свойство. Итак, это то, что касается искусственного интеллекта, еще очень важно по поводу, а, ну, в принципе, да, тема обогащения методанными будет на следующем слайде, я сейчас смотрю по структуре презентации, но я, наверное, объединю данные две темы. По поводу также вспомогательных систем, с которыми интегрирован Pequario, это система перевода на лету любых свойств. То есть у нас, как мы видели, уже здесь произошел перевод тегов, также мы можем зайти в любое свойство, в любой актив и какое-либо свойство, вот, например, у нас есть описание актива с Лилом Смитом, у нас здесь единственное, почему-то указано, что это русский язык, на самом деле, это похоже на... А, это даже немецкий язык, ну, допустим, я ошибся и сказал, что это английский. Так, это свойство нам не нужно будет. Мы можем перевести это описание. Да, мы видим, даже несмотря на то, что я ошибся с языком, здесь у нас автоматически перевод осуществился, то есть мы видим уже данный актив по тем языкам, которым мы заранее преднастроили. Итак, система автоматического перевода свойств. Помимо описания, то есть мы можем переводить и заголовки, и теги, и любые те свойства, которые нам требуются, они могут иметь, они могут быть мультиязычными. языки также мы настраиваем непосредственно для нашего рабочего пространства. Немножко про сами метаданные и свойства, откуда они, в принципе, берутся. То есть, как я уже сказал, наша система поддерживает все стандарты метаданных изображений IPTC, EXIF и XMP. Эти метаданные уже заранее могут быть прописаны в каких-то каких-то из файлов и при импорте наша система, она считывает эти метаданные и импортирует уже как свойства файлов. То есть, допустим, в данном примере возможно уже было описание данного изображения, которое я сейчас только что перевел. Оно импортировалось вместе с данным активом в свойства. Далее мы можем эти свойства менять. вот эти вот соответствия между метаданными и свойствами при импорте, она очень также гибко настраивается. То есть, мы можем указать, что свойство description, пожалуйста, возьми описание из IPTC. Если в IPTC пусто, то возьми, допустим, из EXIF определенного свойства. Если там пусто, то, соответственно, там, допустим, из XMP свойства подтяни сюда. Но если там пусто, то, соответственно, описание будет пустое. Кроме того, сейчас я говорю про импорт активов в систему при экспорте из системы, то есть, когда мы экспортируем файлы к себе на компьютер или на какое-то внешнее хранилище, соответственно, таким же образом мы здесь могли что-то отредактировать, что-то добавить, вот как я сейчас добавил какие-то языки. Также по определенному сценарию, по определенному шаблону, который мы заранее задаем, эти свойства конвертируются обратно в метаданное актива. То есть, мы можем прописать, допустим, копирайт нашего актива, сказать, что это, допустим, мы владельцы этого актива, можем добавить теги, вот уже наша система, допустим, добавила AI-теги определенные, и мы их также можем экспортировать в файл. Свойства сгруппированы по определенным значениям, то есть, в нашем случае, это вот Common Exif Right Geodata, согласование и еще прочее, так скажем, группы могут быть любыми, в зависимости от ваших также потребностей, как вам удобно, те свойства здесь будут вынесены. То есть, в нашем случае тут довольно большой набор свойств, хотя мог быть и больше, но тем не менее, если какие-то свойства не нужны, их можно здесь не показывать, а те, с которыми вы работаете, в первую очередь, они, конечно, должны быть выедены на самый верх, чтобы с ними работать максимально эффективно. При работе с контентом, при создании контента и обогащении контентами и метаданными, важным также функционалом, который также чуть выходит, наверное, за рамки дамп-систем, это система комментирования и оповещений. То есть, вот здесь мы видим колокольчик, это система оповещений, то есть, допустим, наверное, начнем даже с комментирования, то есть, у нас возьмем любой актив для изображения. Мы можем создать какой-либо комментарий, написать, что фото, допустим, взять на наш сайт. Я также могу упомянуть кого-либо из зарегистрированных пользователей нашего рабочего пространства, ну, допустим, вот Алексея Трозанова я упомяну, а, нет, я его не смогу упомянуть, потому что он сейчас деактивирован, но, допустим, я Романа Мартиросяна упоминаю. Роману придет оповещение как на сайте, так и на почту о том, что вас упомянули в определенном активе, и далее, когда мы будем переписываться по этому активу, также будут приходить оповещения Роману о том, что пришло новое оповещение. Роман может также отказаться от уведомлений данным переключателем, то есть Роман не пропустит никакой важной информации по тому активу, в котором его упомянули. Либо, допустим, если бы это изначально был актив Романа, который он импортировал, то по умолчанию Роман также подписан на все комментарии, которые происходят к данному активу. Помимо комментирования изображений, также важная часть это комментирование видео, сейчас я даже сразу перейду к формату, отцеплен по видео, и соответственно мы можем комментировать также, делать комментарии, вот мы видим, здесь уже даже были какие-то комментарии тестовые, комментировать, как все видео, сейчас написал какой-то комментарии, также мог отметить кого-либо из людей на данном комментарии, мог отметить также какой-то актив на комментарии, то есть, допустим, нас интересует данный актив, мы можем скопировать его, ссылку на данный актив и упомянуть в другом активе, сразу увидим, какой актив здесь упоминается, допустим, я хочу сказать, что взять цветокоррекцию из этого актива и упоминать опять же романа. Кроме того, я могу оставить комментарий не только ко всему видео, но и к определенному кадру, допустим, меня вот этот кадр интересует, я, соответственно, создаю комментарий к данному кадру и говорю, что, допустим, график сделать четче. Также могу упомянуть кого-либо из пользователей системы, и мы видим, что в данном случае комментарий оставлен в конкретной точке на кадре. также могу оставить комментарий ко всему кадру, то есть не ко всему активу, но к определенному кадру, то есть я вижу этот кадр, я говорю, что в целом даже тут никакая точка, мне данная картина не нравится, пожалуйста, здесь замените на что-то другое. Кроме того, есть комментирование аудио, оно чуть по другому сценарию происходит, сейчас я вижу, что уже времени не так много остается, я, наверное, этот момент пропущу. также из планируемых в ближайшее время интеграций планируется интегрироваться с определенными поставщиками различных сервисов, таких как планировщики задач и генерации контента, генерации искусственного интеллекта, так как мы уже видим, что у нас искусственный интеллект нам помогает в распознавании лиц и объектов, но также сейчас популярная и полезная безусловно тема это генеративные сети, которые, соответственно, дополняют либо создают какой-либо контент либо по описанию, либо уже по существующим каким-либо активам. Также это умный поиск по изображению, который тоже планируется к внедрению в ближайшее время, то есть у нас есть какое-то изображение, мы хотим найти все похожие на данные изображения в нашей системе, мы его загружаем, либо он уже загружен, мы видим список тех, которые на него похожи и так далее. То есть планы довольно объемные. Дальше наверное можно перейти до про обогащение метаданными в принципе в целом рассказал. Пользовательские интерфейсы, шаблоны, да, шаблоны это соответственно шаблоны импорта и экспорта, те правила, по которым мы импортируем метаданные либо экспортируем свойства и системы записываем их в метаданные и файлов. Автоперевод метаданных, как раз который был продемонстрирован, он также служит на пользу нашим корпоративным клиентам, в которых так скажем, контент ведется на нескольких языках. Далее про валидацию происхождения и юридическую частоту буквально пару слов. в принципе это тоже связано непосредственно с метаданными, то есть свойства мы можем редактировать, можем добавлять и удалять и есть определенный набор свойств, которые характеризуют собственно права владения данным активом и ну так скажем, юридическую частоту данного актива. Кроме того, также у нас в дорожной карте является поддержка C2PA определенного формата, который прошивает, так скажем, внутрь актива те самые права и происхождение актива, откуда он взялся, то есть это есть определенное движение, насколько я знаю, Adobe его возглавляет, которое за чистоту контента и за то, чтобы контент сгенерированный искусственным путем, то есть через нейросети, он не выдавался за какие-то подлинные изображения, подлинные фотографии. Это тоже у нас в ближайшее время планируется к внедрению. Переходим дальше. Умный поиск. Да, здесь, наверное, можно обратно вернуться к демонстрации. Итак, можем опять же, наверное, перейти к примеру RFS. Просто нагляднее, наверное, было бы продемонстрировать по поисковым запросам в данной системе. Что умного в поиске? Ну, во-первых, наверное, с чего нужно начать, сказать, что наша система сейчас основана и архитектура на максимально современной последней модели поискового движка Elasticsearch. Это наиболее популярный сейчас движок, который позволяет максимально быстро, максимально эффективно, максимально, что важно, умно, находить контент, который нам требуется. То есть по свойствам, которые у нас представлены в активе, также по словоформам, что немаловажно. То есть у нас есть, допустим, сборная России. Если я буду искать просто слово Россия, то формально это, конечно же, другое слово. И со словом Россия, то есть в родительном падеже, это слово, ну, для компьютера это два разных слова, и он их не поймет, но тем не менее словоформы позволяют искать определенные слова, определенные запросы, делать более умно, более гибко. Возвращаясь к примеру, ну, допустим, нас интересует, опять же, кто нас интересует, ну, допустим, Игорь Кенфеев в нашей папке мужская национальная сборная. Надеюсь, я не опечатался, да. Вот есть Игорь Кенфеев, но при этом нас интересует не только Игорь Кенфеев, у нас, допустим, есть какая-то инфоповод, и мы хотим найти все изображения Акинфеева с, ну, пусть будет Саланом, Загоевым, если они здесь такие существуют. Ну, вот, да, у нас всего лишь одна такая фотография. Вот мы видим, что здесь данные лица представлены, и а, я прошу прощения, я неправильно сделал запрос, нам, конечно же, нужны логические операторы. Если я заговорился, Акинфеев End Загоев, у нас умный поиск поддерживает логические операторы End, Or, Not, то есть все те логические операторы, которые в обычной булевской математике используются, они здесь присутствуют, и мы можем строить определенные гибкие запросы, то есть, допустим, там, Акинфеев End, Головин, если такой есть, да, вот они есть, и при этом, допустим, нод, кого больше назвать, например, Зима. Список чуть посократился, это вот те самые активы, которые нас интересуют. Также мы можем искать не только по определенным лицам, мы, конечно же, по любым свойствам можем искать, то есть, мы можем искать активы, которые согласованы в нашем отделе в нашей службе безопасности, при этом содержат определенное лицо, при этом не содержат каких-то определенных тегов, например, там, на улице, то есть, нам нужно определенное лицо в помещении, согласованное со службой безопасности, всю эту сложную конструкцию мы выстраиваем в единый запрос, и на выходе получаем набор активов, которые соответствуют, удовлетворяют данному запросу. По сравнению с классической системой введения файлов, конечно же, это очень сильно отличается, то есть, обычно люди, пользователи, я в том числе, раньше хранил все файлы в определенных папках, в корпоративных сетях где-то они расшариваются, и только я знал, где лежит нужный актив, а уж тем более, если нужно было найти не просто фотографию с нашего, допустим, корпоратива 2015 года, но еще с определенными лицами, но при этом без определенных лиц или с определенным контентом, это, конечно же, превращалось в определенную проблему, и если этой папку администрировал только я, то, соответственно, главная боль здесь обеспечена. Это что касается умного поиска, вижу, что время уже заканчивается, нужно будет уже переходить к секции вопросов. В принципе, это практически все, еще буквально три слова про... возвращаясь на нашу презентацию. про умный поиск так буквально по верхам рассказал, тут, конечно, рассказывать можно очень долго, где-то я немножко заболтался, но тем не менее, мониторинг использования, конечно же, тоже важная составляющая. У нас используется система графана для отображения, прошу прощения, отчетов о различных событиях. давайте все-таки очень быстро продемонстрирую, как это выглядит, просто чтобы иметь общее представление. Итак, да, я остановился на графане, это та система, которая позволяет нам отображать различные отчеты по событиям, которые происходят в нашей системе, то есть, в нашем случае, это наш демонстрационный тенант, ну, прямо здесь я сейчас допишу запрос графане, сейчас ссылки прямо нету, да, все верно. Вот в таком виде мы видим все отчеты о том, что происходило в нашей системе, то есть, это некая UI-составляющая тех отчетов, их, конечно же, можно получить в текстовом виде, в техническом представлении, но здесь мы видим, что, допустим, какое количество активов хранится, какой объем активов, авторизации пользователей, от authorization attempts, вот здесь вот я, например, да, вот я успешно авторизовался, это я, в 11.22 по своему времени, далее, все, что связано с импортом контента, с экспортом, с поисковыми запросами и так далее, все, что связано с изменениями прав доступа, вот, поисковые запросы, все события, которые здесь есть, они все представлены, сейчас подробно на них останавливаться не стоит, и далее, если, условно говоря, не хватило информации, также есть раздел с уже системными логами, здесь практически все, все, что происходило на системе, здесь отображается, то есть у службы безопасности каких-то замечаний здесь точно не будет, потому, куда делся актив, почему его удалили, всегда можно будет найти концы, или кто импортировал данный актив, кто поменял ему свойства, все это логируется, здесь данные логи хранятся долгое время, это всегда можно будет отследить. и кроме того, наверное, последняя часть, про которую скажу, сейчас пока вопросов нету, это про интеграцию системы с другими, с другими рабочими пространствами, вот у нас есть другое рабочее пространство, здесь мы видим, что появилась, сейчас чуть погрупнее сделаем, появилась вкладка, которой на предыдущем рабочем пространстве не было, которая говорит о том, что у нас есть интеграция, то есть наш контент, который представлен вот здесь вот на данном экране, он дополнен еще контентом из другого рабочего пространства, которое называется NDEVA, они в чем-то могут пересекаться, в чем-то нет, но тем не менее, также мы можем строить поисковые запросы таким же образом, таким же умным образом в разных системах, это очень удобно для крупных, наверное, в первую очередь корпораций, у которых есть дочернее общество, каждое дочернее общество это отдельное рабочее пространство, но при этом есть общая некая песочница, в которой можно своими активами поделиться и просматривать активы с определенным, опять же, правом доступа других своих коллег, других дочерних организаций. Это то, что касается интеграции, кроме того, у нас есть интеграция с токовыми сервисами, вот на данном примере у нас, я открыл еще третье, новое рабочее пространство, и, например, меня интересуют там фотографии, опять, я сейчас на сегодня с раскладкой, фотографии жирафов, если я не опечатался, да, покажешься, верно, в нашем рабочем пространстве есть жирафы, замечательно, это как раз рабочее пространство стокового агентства, и, кроме того, мы подключены к стоковому агентству 123RF в данном случае, и мы можем оттуда тоже получать контент, скачивать его, также осуществлять поисковые запросы и так далее, фото, видео, и вот весь контент с этим связан. Это то, что касается интеграции. Буду завершать свой рассказ, в начале вебинара я сравнил систему с, наверное, не очень подходящий пример протеста, который на дрожжах, но, наверное, лучшим примером было бы бурно развивающаяся система, которая позволяет клиентам и пользователям данной системы ориентироваться в большом потоке файлов, в большом потоке активов, находить нужные и работать, выстраивать свои бизнес-процессы максимально эффективно. Спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы, если они существуют. Артем, спасибо большое за ваше выступление, такое объемное, действительно интересно было вас слушать. Пока вопросов в чате нет, мы вам еще можем дать некое время, и пока можно от себя вопрос, если разрешите. скажите, пожалуйста, аналогом каких иностранных ПО может выступать пиквариум? Хороший вопрос. На самом деле класс дам-систем на Западе представлен довольно обширно, и наверное, ну, таким самым, можно сказать, распространенным, популярным, распространенным, популярным до определенного момента системы, наверное, на российском рынке был Microsoft SharePoint, который, ну, многим знаком, многим не знаком. Пожалуй, наверное, клиенты, которые пользовались до определенного момента этой системой, они, многие из них начали пользоваться системой пиквариум. Вот я не успел рассказать про тех клиентов, которые сейчас у нас есть в презентации, но, тем не менее, это целый ряд крупных корпораций, и, ну, как я уже говорил, средний большой бизнес в первую очередь, и государственные учреждения, и так далее. У кого накопилось много медиа-контента, или еще какие-то либо другие компании? Просто хотелось бы понять именно портрет вашего заказчика, клиента, чтобы тоже для тех, кто будет дальше смотреть наш вебинар в записи, чтобы они понимали, кому подойдет данный, данный продукт. Да, конечно, вот последний слайд, до которого я не дошел, это, соответственно, наши клиенты, это только, так скажем, верхушка айсберга тех клиентов, которые у нас есть, их можно поделить, наверное, на несколько сегментов, это крупные корпорации, такие как Сбер, Уралкали, Уралхим, Росгидро, Росатом, и так далее. Также это новостные организации РБК, чемпионат, спортивные организации, Спартак, Динамо, хоккейный клуб Авангард, и различные довольно, так скажем, не связанные и сложно кластеризуемые организации, такие как Эканива, продукты питания, Аскона, известная компания, разрабатывающая матрасы и мебель, и ряд других, то есть я бы не сказал, что есть какой-то определенный портрет типичного пользователя системы Пикварио, если в вашей корпорации есть, в вашей компании есть контент, медиа-контент в правом формате, а он, безусловно, у вас есть, то 100% есть целый ряд бизнес-кейсов, бизнес-сценариев, которые систему Пикварио позволит упростить. Вот. Система максимально гибкая, мы ее изначально так создавали, более того, я про это не сказал, что система работает по API, то есть тот фронт, который я сегодня демонстрировал, он исключительно по API взаимодействует с бэкэнд-системой, что позволяет также интегрироваться с нашей системой, то есть если у вас есть определенные уже сформировавшиеся, устраившиеся бизнес-процессы взаимодействия со смежными системами, которые работают с этим контентом, и вы не хотите это менять, то, безусловно, это можно оставить, просто интегрировать Пикварио по API Спасибо большое. Артем, а еще такой вопрос. Пикварио входит в реестр отечественного ПО? Да, да, совершенно верно. Это российская компания, которая, продукт Пикварио входит в реестр российского ПО, так что в этом плане именно всех требований по содержанию в данном реестре вопросов нету, что позволило нам, в принципе, заключать внедрять данную систему на многих российских компаниях, у которых есть данные требования. Отлично, хорошо, что мы это подметили. Артем, спасибо большое за выступление. В чате вопросов нет, думаю, вы настолько сильно раскрыли всю тему, что даже вопросов не осталось. В любом случае, если вопросы возникнут уже после нашего выступления, пожалуйста, пишите, мы всегда будем рады ответить. Всем спасибо за внимание и хорошего дня. Спасибо большое, коллеги. Хорошего дня всем.